Всем привет! И сегодня я вам покажу ловушку, в которой попадается очень много сильных шахматистов. С ней вы сможете выиграть много своих партий и сможете поднять очень сильно свой рейтинг. Погнали! Мы играем за белых. Начнем партию ходом Е4. Далее черный играет С5. Со сленской защитой мы играем Д4. Гамбит Мора. Черный забирает СД. Мы пожертвовали пешку. Играем С3 и жертвуем вторую пешку. Черный, конечно же, забирает ДС. Мы играем конь С3. Мы пожертвовали одну пешку, но у нас замен. У нас пешка. Наша пешка в центре, во-первых. И во-вторых, у нас конь развит. Ну и дальнейший наш план сыграть конь Ф3. Слон С4. Сделать рокировку и продолжить развитие. Черный, как и мы, тоже продолжает развитие. Играет конь С6. Мы играем слон С4. Выводим своего слона. Д6 играет черный. Раскрывает диагональ для своего слона. Мы играем конь Ф3. Хотим сделать рокировку. И в дальнейшем, допустим, когда слона поставим на Ф4, сыграть Е5. То есть сделать хиты комбинации. Далее черный играет конь Ф6. И дальше мы играем Е5. Мы нападаем на коня. И тут начинается вся красота. То есть комбинация с 7-го хода до 14-го хода. Все будет прям очень красиво. Давайте рассмотрим. Черный играет конь Ж4. Конь Ж4. Далее мы забираем ЕД. Они забирают ЕД. Мы играем слона Ф4. Хотим сыграть, допустим, конь Б5. И забрать пешечку на Д6. И черный допускает ошибку. Он играет конь ЖЕ5. В этой позиции мы можем забрать слон Е5. А также конь Е5. Давайте рассмотрим, что будет, если мы заберем слон Е5. Тогда черный забирает конь Е5. Размен. И мы играем слона Ф7 в шах. Соответственно, забирать слона нельзя, потому что тогда просто ферзь полетит. Играют король Е7. И тут мы просто делаем размен. Тут ничего особенного. Делаем длинную рокировку. Играем ладья Е1. Нападаем на пешечку соперника на Е5. И черные могут защититься. У них больше нет защиты. Только единственный ход для защиты это слон Д6. Но слон Д6 это плохой ход. Дело в том, что мы играем конь Б5. Делаем шах. Вилочку. И одновременно забираем слона. Ну и черный слон Д6 не могут играть. Они никак не защищают эту пешку. Мы ее забираем. И далее в правом фланге у нас будут 3 пешки против 2. То есть мы можем также ферзь провести. И у нас очень сильные позиции. Также конь и слон тоже у нас развиты. Но после конь же Е5 мы не забираем слон Е5, а забираем конь Е5. Теперь у черных 2 взятия точнее. Они могут забирать ДЕ и конь Е5. Если они заберут конь Е5, то мы просто забираем. И то же самое как в прошлом варианте. Просто делаем такой вот размен. И далее забираем пешку на Е5. То же самое. Но после взятия конь Е5 черный не забирает этим конем, а забирает пешка. Играет ДЕ. И мы играем ферзь Б3. Мы жертвуем слона. Но у нас будет инициатива. Дело в том, что мы заберем на Ф7. Черный, конечно же, забирает нашего слона. Они думают то, что у них много качества. Но мы играем слона Ф7 в шах. И тут будет очень много красивых комбинаций, дорогие друзья. Черные могут сыграть либо король Е7, либо король Д7. Давайте рассмотрим на король Е7. Мы делаем рокировку. И тут у нас очень сильная позиция. Мы можем сыграть ладья Д1. Ладья Е1. Далее конь Д5 можем сыграть. Но после того, как слона назад отведем, можем конь Д5 сыграть. И у нас уже выигранная позиция. Из-за этого мы уже выиграли. Но давайте посмотрим до конца. Черный играет слон Д7. Хотят хладнокровно закончить партию. Мы играем ладья ФЕ1 шах. И у черных просто два хода. Либо на Д6, либо на Ф6. Если они отходят на Д6 цели, то может пойти на С7. Далее прикрыться как-то. То мы играем просто конь Б5. Шах. Не надаем пойти на С7. Допустим на король С5. Ну как тут можно сыграть? Может, допустим, Ферзь Т4. Отходит на Б6. Но там будет просто свое избиение. И это мы уже смотреть не будем. Там уже просто... Король просто плохой позиции на С7 не может. И там просто красиво мотой. Можем А4 сыграть. Можем ладьюн подключить. И это тоже. Но... Черный король на Д6 мы рассмотрели. Они там проигрывают. А на Ф6, дорогие друзья, обязательно поставьте видео на паузу. И найдите красивые комбинации. Красивые жертвы. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы нашли ход ладья Е6, шах. Не буду долго тянуть, покажу сразу ход. Черный забирает слон Е6. Мы играем Ферзь Е6, шах. Единственное поле для отступления это король Ж5. Мы играем конь Е4. На Ф6, на Ж6, на А6 нельзя. Из-за Ферзя на эти поля тоже нельзя. На А6 нельзя из-за слона. Единственное поле для отступления это А4. Мы играем Ферзь Е3. Это шах и мат. Но... Также черные могут сыграть не король Е7, а король Д7. Тогда тоже просто мы играем. Делаем длинную рокировку. И забираем Ферзя и выигрываем партию. Так вот, дорогие друзья, обязательно выучите эту ловушку. Поставьте лайки и подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотры. Всем удачи и всем пока.